Этот день в истории черная дата на календаре, в котором нет лета исчисления. Поиск пропавших без вести героев войны ведется в Самарской области уже более 30 лет с участием лучших поисковых отрядов губернии. День неизвестного солдата в нашей стране отмечают ежегодно, 3 декабря. Более полувека назад в Александровский сад Москвы, 41-го километра Ленинградского шоссе, вместо кровопролитных боев, был перенесен прах бойца, личность которого так и не смогли установить. А сколько еще героев до сих пор не найдены, когда проводятся поисковые работы? Сколько каждый год происходит перезахоронений наших солдат? Сколько подвигов, еще которых мы не знаем, совершили наши солдаты в годы войны? А нам важно учить наше поколение, наших детей. Вы видите, как сильно развивается движение юно-армия. Я считаю, что это все правильно, очень горд за это и считаю, что такие мероприятия нужно отмечать. Почтить память павших бойцов пришли ветераны, члены патриотических клубов, курсанты и будущие защитники России. Лейтенант Артем Горбачев служит в Самаре по контракту, профессию выбрал сам. Сначала окончил лицей в Саратовской области, затем военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. О своем решении служить стране еще ни разу не пожалел. Эти ребята, конечно же, являются примером для меня, потому что я считаю, что каждый должен отдать свой долг стране, родине. И я пошел в армию именно из-за этого. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло почти полмиллиона куйбышевцев. Погиб каждый второй. Чтить память бойцов в наши дни и проявлять уважение к людям, которые встали на защиту Отечества, особенно важно, ведь каждый подвиг бессмертен. Указом президента России Владимира Путина от 17 ноября 2009 года мемориалу могилы неизвестного солдата был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.